И в продолжение темы. Сегодня у нас в гостях экономист-бизнес-консультант Алдар Бадмаев. Алдар Гальчусь, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем Гайдаровский форум отличается от других экономических форумов? Гайдаровский форум отличается тем, что это, безусловно, важнейшая дискуссионная площадка, на которой обкатывается официальная идеология развития России на ближайшее время, на год-полтора-два. При этом, в отличие от Санкт-Петербургского форума, который в большей степени ориентирован на внешнего потребителя, это на мировые деловые и политические круги, или, например, Московского экономического форума, где, по сути дела, легальные оппозиции озвучат какие-то свои планы. Именно Гайдаровский форум – это площадка, где присутствует все высшее руководство России. И Путин там часто бывал. На последнем форуме выступал Медведев. Все вице-премьеры присутствовали. Министры всех ключевых блоков экономического и социального. И представители, естественно, бизнеса и политики. Вы на своей странице в соцсетях написали, что прочитал про реформы Кудрина, которую он озвучил на Гайдаровском форуме. Если все это воплотить в жизнь, то про Россию можно будет забыть на 50 лет или навсегда. Скажите, с чем связано такое высказывание? С чем вы не согласны? С какими реформами Кудрина? Дело в том, что сейчас Россия находится на таком переломном этапе, когда, собственно говоря, мы должны что-то уже делать. То есть вопрос о том, что нужно, не нужно, он уже как бы отпал. Мы обязаны делать именно сейчас, переламывать эту ситуацию. То есть в противном случае те трубы, которые у нас сейчас лопаются и так далее, они просто-напросто у нас развалятся уже. И там уже восстанавливать будет что-то бессмысленно. То же самое касается всей экономики России и Бурятии в том числе. Мы должны сейчас вот именно создавать что-то серьезное, вообще как бы проводить мощнейшие структурные сдвиги в экономике. И то, что было озвучено на этом Гайдаровском форуме, в том числе и господином Кудриным, конечно, меня лично вергло в уныние. Я думаю, как и многих экономистов, потому что вместо каких-то серьезных рецептов были озвучены пожелания о том, что нам надо судебную реформу проводить. Где экономика, где судебная реформа? Я, конечно, понимаю, что там какие-то связи есть, но понимаете, это слишком далеко, это вообще ни о чем. А когда говорится о том, что мы должны повысить социальные какие-то расходы и так далее, то есть, понимаете, при том, что в то же время тут же говорится о том, что будет сокращение доходов, значит, непредсказуемая динамика по доллару и, как говорится, по нефти, да. Это говорит о чем? О том, что мы вообще как бы дальше влазим, как говорится, в это поле хаоса, как говорится, и, в общем-то, строить какие-то серьезные планы в этой ситуации просто уже нереально становится. Ну и говорят и пишут о том, что предсказания экспертов на прошлых форумах, они не сбылись. В этот раз какая ситуация? Кто-то давал прогнозы и предсказания вот на нынешнем форуме? Ну, это тоже вот одна из таких ключевых отличительных черт именно Гайдаровского форума, значит, то, что вот эти все прогнозы, которые озвучивают чиновники, озвучивают высшие наши, так сказать, идеологи страны, они с регулярностью не сбываются. То есть, и в первую очередь это связано именно с тем, что это, как правило, некие такие идеологические хотелки, и, да, значит, в большей степени ориентирован на то, чтобы, ну, как-то, вот, не знаю, пыль в глаза, что ли, пустить там широким слоям России, да. Значит, говоря конкретно, в частности, вот те же самые 5% роста, о которых говорил Кудрин, ну, понимаете, там вот при тех условиях, о которых, в общем-то, он озвучивал, да, но это практически нереально. Значит, и можно абсолютно уверенно говорить, что там через 2-3 года этого ничего не будет. Значит, то же самое касается, например, 1,5-2%. Да, это, как говорится, достижимый рост, но, опять-таки, он достижен за счет чего? За счет, прежде всего, инфляции, то есть, удорожания, как говорится, всех товаров, которые у нас есть в экономике, значит, не за счет превращения, не за счет создания новой стоимости, новых отраслей, новых рабочих мест. То есть, на этот раз решили не рисковать с предсказаниями, да? Ну, да, можно сказать и так. Значит, на самом деле, каких-то вот, понимаете, хотя у нас сейчас наступил 17-й год, но каких-то вот таких революционных, каких-то изменений, да, в политике мы не видим. Значит, тех, можно сказать, вот рецептов, которые адекватно бы реагировали на вот последние все эти изменения в ситуации и в России, и в мире. Ну, спасибо большое, что сегодня пришли к нам и поделили свое мнение. До свидания. Полную версию интервью смотрите в программе «Актуальная тема», а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова